Девушки отдыхают Я ищу умного и интересного, поскольку сама жизнерадостная, слегка сумасшедшая и творческая. В этом мне помогут мои друзья Антон и Юлия. Светлана, 23 года. Влюбилась в иностранца, который за две недели до свадьбы заявил на нее в полицию, обвинив в мошенничестве. С тех пор боится ошибиться при выборе спутника жизни. Светлана дизайнер одежды, имеет свой магазин в Москве, пишет картины маслом и любит готовить. Гордится, что в 17 лет представила свои коллекции на неделе моды и ее признали кутерье года. Мечтает о большой семье, но при этом всегда заниматься любимым делом. Светлане не нравятся олигархи. Выйдет замуж за высокого и перспективного мужчину с чувством юмора, которому она захочет родить троих детей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Спасибо, дорогая. Спасибо. Ну, у нас сегодня есть возможность у всех посмотреть и понять, наконец, как выглядят мошенницы на доверии. АПЛОДИСМЕНТЫ Блондинка, хрупкая, голубоглазая. Да? Да. Красивая женщина сама по себе отвлекает внимание, как говорил Глеб Жеглов, да? Светланочка, что же такое в вашей жизни, милой, произошло? Как такое могло случиться, чтобы вас, вот такое хрупкое создание, обвинили в воровстве? Расскажите, как все это начиналось? Начиналось все красиво, с дружбы, замечательно. Он был иностранец или украинец, который долго жил в Канаде? Нет, он был именно иностранцем, который жил в Канаде, но по роду своей деятельности он много путешествовал и остановился. И решил на Украине? Да. Девчонки дешевые, красивые, практически бесплатные. Эх, везде такая слава, да, про Киев? Про Украину. А жаль. Жаль, конечно. И вот приехал жирный канадец. Ну, не такой уж он и жирный был, так, слегка крупноватый, упитанный. А вы хорошая девочка, знали английский, проблем в общении не было? Абсолютно никаких, было очень легко и просто, интересно, весело. Было сколько вам лет, сколько ему? Мне исполнилось 22, ему 42. То есть это совсем недавно, вот прямо только что было, да? Начиналось все без обид, нас с дружбы? С дружбы, да, нас познакомила наша общая знакомая. Он был к вам щедр, чем он вас мог обаять, привлечь к себе? Он обаял своим общением со мной. То есть он видел во мне не только высокую, стройную и красивую, он видел что-то большее, и он хотел меня узнавать. То есть он не остановился на том, что вот мне приятно с собой иметь рядом картинку. Такая скромненькая. Это хорошо. Вы из обеспеченной семьи? Да, спасибо своим родителям, которые заметили мое рвение и стремление и помогли мне в этом. Я к тому, Светочка, что вы не от бедности к этому чужаку кинулись в объятия. Нет, абсолютно. То есть он вам понравился? Да, он действительно. С родителями познакомили? Да. И вот наступило время, когда вам поступило предложение, и вы с ним поехали в Канаду. Нет, в Канаде я не была ни разу, я сразу же сказала, что... То есть вся эта история происходила в Киеве? В Киеве, да. А вы дали согласие, что выйдет из него замуж? Да, на второй раз. А когда стали замечать, что он... Как только мы подали заявление в ЗАГС, начались проблемы, связанные в первую очередь с моей работой. Он вам запрещал работать? Он не запрещал работать, но он запрещал общаться абсолютно с стопроцентным... Со всеми, короче. Со всеми. Ну как это возможно? Вот если я актриса, я же не могу бесконечно, моноспектакль. Правда? Но в любом случае у меня должны быть партнеры. И он должен понимать, что у вас такой бизнес, где вы не можете быть самым поселением. Да, я тоже долгое время боролась с этим, пыталась объяснить, показать, что это просто общение, нет места даже флирта, но человек... А как его ревность проявлялась? В первую очередь, первое время, точнее, его ревность проявлялась именно по отношению моего общения с мужчинами. К вам как? Начинались грубости. Кричал, повышал тон, не разрешал ходить, не разрешал что-то одевать. А вы что? На меня это не действует. Да откуда я ее знаю? Знакомое лицо? Скажите, когда прозвучала фраза «Мне проще тебя убить, чем дать развод»? За месяц до свадьбы, после моего показа. Когда много-много людей, много поклонников, много цветов. И ведь дело не в том, что вы могли как-то неправильно перевести эту фразу. Вы все поняли правильно, да? Я все правильно поняла. Почему руки в ноги и не убежали? Не поверили сами? Не поверила, честно. Я все это... А когда он напился и стал над вами изгаляться? Это был конец марта. Ну, то есть это все было буквально перед свадьбой, да? Да, да, да. Почему тогда не собрали вещи, не убежали? Тогда убежала. А он параллельно с вашим бегом в полицию, где объявил вас с мировкой, да? Да, когда я сказала на следующий день, что я не допускаю таких моментов и я не терплю грубости к себе, я свадьбу отменяю, мне в принципе ничего не надо, кольцо я тебе оставила, все оставила. А вы в жилице рассказали о том, что он швырял в вас ножи, а это оружие? Вы знаете, я рассказывала многое, но мне почему-то верили меньше, чем ему. Ну, потому что, как известно, бабло побеждает все. Да. Ну, и плюс я молода, а он все-таки иностранец, довольно обеспеченный. И, конечно же, с одной хопушечки больше, одной меньше. Чего не ухохотать ее там, да? Ужас ужасный. А родители какую роль играли в этой сестре? Они были в курсе? Были в курсе, конечно, были в курсе. И что? Мама сразу же сказала, чтобы я ничего о нем не слышала. Папа подключил всех своих знакомых. Папа по башке ему не дал просто? Нет. Жаль. Либо он очень хорошо пускал ей пыль в глаза, либо он почувствовал то, что уже вот через месяц свадьба, я могу делать все, что угодно. Чему эта история вас научила? Не верить людям так, как я слепа, наверное. Здравствуйте. И все? Да. Вот просто мне, Свет, объясните. У меня дочка растет, ей 12 лет, я для себя хочу уяснить. Вот что девочки из обеспеченной семьи, которые помогают родителям открыть бизнес, вы не голодаете, навряд ли есть то, чтобы вы просили у папы, он вам в этом отказал. Зачем вы влезаете в отношения со взрослыми непонятными людьми? Зачем вы берете от них подарки? Чего вам не хватало? Мама не говорила, что это просто неприлично. Зачем? Ну конфеты, цветы. Я не могу сказать, что подарков было много. За поездки куда-то за границу я за свои путевки платила сама. Тогда тем более зачем вам это нужно было? Мне было интересно с ним общаться, мне было интересно с ним общаться. Вы верите девочке, что Светлана платила сама за свои туры? Ну я не очень верю, честно говоря, и не понимаю вашего мотива. Вы ни разу не сказали слово «я была влюблена» или «любила страстно, и любовь мне застил», но одновременно я тогда не понимаю аргументов. А как ты думаешь, Дим, потянешь ты такую девушку? Мне кажется, все-таки запросы соответствующие. Почему эта история у вас? Ну все равно здесь зависит от общения, какой человек внутренний. Он по своему статусу, по своей должности, ну хотя бы психологически рядом находясь, мог составлять протекцию? Может быть это просто был такой понт появиться в обществе с ним? Зрелый иностранец? Серьезно, еще молодой достаточно? Нет, я даже стеснялась, если честно, после пары наших появлений. Тогда что вас держало рядом с ним? Хотелось верить, что все-таки мои представления изначальные. Светлана, то, что он урод, это же было практически понятно изначально. Моральный урод, он мог вас просто лишить жизни. А вы вообще смотрите телевизоры? Вы смотрите эти острые ток-шоу, где приходят девчонки и рассказывают, как вышли замуж за иностранцев, у них другие законы. Как они рожают детей, а потом бьются и погибают в борьбе за своего ребенка, который у них отбирают бывшие. Вы не понимаете, нет? Или что у вас там на Украине нет этого телевидения? Есть, почему же есть. Тогда почему, Света, а где родители, где их глаза были? Ну, как здесь везде человек верит, что, а с ней это не случится, в конце концов. А потом, что очередь стоит, она, он работает целыми днями. А вот ребята помоложе, они не такие настырные, как эти старички. Да и вообще в модельном бизнесе мужчина в основном не той ориентации. Я считаю вообще, что девушка до всех 23-х лет, да, так скажем, уже имеет свой бизнес, имеет свой магазин в Москве, да, я считаю, она очень целеустремленная, да. Знает, чего хочет. Честно говоря, хотелось бы советы и хотелось бы, наверное, трезвого взгляда со стороны, потому что родители советуют, родители пытаются как-то повлиять, но какая-то стена, преграда. У вас были эпизоды с ровесниками, вы жили страстями хотя бы какое-то время? Нет. Никогда, да? Ну, 23 года, девчонки, ну что вы, девочки-то. Послушай, в 23 года это уже столько должно быть за плечами. Да здрасте. В 23 года я была раз пять влюблена просто по уши и мечтала, да, серьезно, абсолютно. Ладно. У меня в 23 было уже неоднократно разбито сердце, мне уже было про что плакать в фильме, понимаете? То есть уже был какой-то багаж вот этот самый любовный. Это звезды так вот у Светланы, почему она так рассудочно? Светлана действительно рассудочно, она не самый страстный человек, но, во-первых, она человек любопытный и правда интересующийся. Ей интересно все новое, ей интересно самообщение, для нее любовь это процесс живого общения. Я думаю, что вы в своем иностранце находили очень много интересного и себе неизведанного поначалу. Плюс у Светланы высокий Марс в гороскопе в раке. Это значит, что для вас мужчина представляет собой центр мироздания, и вы его даже немножко обожествляете, даже в его слабостях. Это, ну, такое внутреннее инстинктивное уважение к мужчине. А Марс в раке это слабая позиция. То есть даже этот мужчина, не являясь идеалом, и, скажем так, прибедняясь и пытаясь взвалить вину за какие-то свои проступки на вас, он вам все равно кажется в чем-то достойным, в чем-то лучше вас. Поэтому просто уважала внутренне. Да. Ну, ваша история понятна, багаж не богат, потому что вам всего 23 года, поэтому давайте будем сегодня уже как-то ближе к делу. Роза? Ну, я отчасти понимаю Светлану, в силу того, что я вот сама наблюдаю, сколько ко мне девчонок молодых приходит, известных наших. Вот еще раз повторюсь, очередь не стоит. Энергичных молодых людей нет, которые добиваются, а вот постарше добиваются. Ну, сегодня, Светочка, я согласна со своими соведущими, а давайте немножечко отойдем от ваших собственных стереотипов. Давайте все-таки молодость посмотрим, там тоже интересно. Она очень искренняя и открытая. Живая, натуральная, открытая девушка. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените их вместе с нами. Майонез Махеев – это отборные желтки, премиальное подсолнечное масло и лимонный сок. Поэтому он так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Светлана. Идите, встречайте первого жениха. Удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. Сколько у вас роста? Много. У меня метр девяносто. Я слегка пониже. На руках будет носить удобно. Это круто. Спасибо. Проходите. Слышала сразу, на руках будет носить удобно. То есть она отметила, что ее нужно носить на руках. Уважаемые женщины, это вам. Спасибо. Ой, они колючие. Да, розы. Нет, ну это какое-то выношение. Как я ненавижу это обращение. Какое? Женщины? Девушки. Спасибо. А меня удивляют садовники, которые выводят такие сорта роз, где каждый сантиметр покрыт буквально шипами. Это какие-то такие особо мазохистические цветы. До свидания. С кем мы пришли? Это вот Маринка и Кристинка, мои хорошие подружки. Давайте на вас посмотрим. Олег, 24 года. Работал школьным психологом. Сейчас автор и исполнитель песен, ведущий клубных мероприятий. Пишет музыку и тексты. Увлекается боксом и ездой на квадроцикле. Мечтает жить со своей будущей семьей на Ямайке. Олег так любил свою девушку, что был готов простить ей измену. Но она не оценила его поступка. Надеется, что Светлана никогда его не предаст. Олег, вы работали школьным психологом. Да. Помните какой-нибудь вопрос детский, который вас загнал в тупик? Вы знаете... Или какая-то проблема самая для вас неразначена? Самое то, что вы сейчас сказали, первое, что у меня восприятие, вообще в памяти всплыло, это когда я на практике был в интернате и, ну, очень сильно, скажем так, привязался к одной маленькой кудрявой девочке. Девочке было лет 17? Нет. Нет? Не было ей лет 17. Сколько? Она была гораздо... Ну, лет 9 ей было. И что она? Вот. И такой вопрос, когда задает тебе ребенок, а ты сможешь стать моим папой? И... А ты как объяснить? Что сказать? И просто это тебя загоняет в тупик на самом деле. И ты понимаешь, что ты всего лишь студент, всего лишь практикант, который, ну, себя еле содержит. Ну, вот, да, это правда. Не, мне почему-то кажется, что он с психологией как-то не очень связан, потому что... Себя еле содержит. Поставить даже речь нормально не может. Олег, я знаю, что вы специально к Светлане прилетели из Киева, а там не было возможности встретиться? Я вот, что хочу сказать, я только увидел Светлану на экране, вот прям, мы нигде не виделись. Очень знакомые лица. Возможно. Где-то пересекались, но... Как будто прям пересекались. Ну, хорошо, у нас программа называется «Давай поженимся», мы хотим вас узнать получше. А как узнать? Давайте про любовь. Кто вам разбил сердце? Что это за была коварная девушка? Да, так сложилось, что когда только начинал петь, выступал на маленьких площадках в своем провинциальном маленьком городе Полтава, в Украине, может, слышали. Конечно, даже была там. И как бы было тяжело, был один, раздался телефонный звонок, позвонила девушка, приятный голос, она оказалась из числа тех, кто, скажем так, уважает мое творчество. Вот, закружилась, завертелась, родители были против. Почему? Ну, не нравилась она им. Наверное, взрослые люди больше понимают. Конечно. Вот. Они все-таки прожили. Хорошо, что вы об этом говорите. Конечно, больше понимают. Дальше видят. Как бы родители не отговаривали, к сожалению, ты слушаешь не родителей. Понятно. Гормон убивает же в этом возрасте. Такой еще тусовчик. Ему вот это нужно движение, если он там постоянно в клубах поет, он как бы, в принципе, будет увлечен. Еще ведущий? Да, еще ведущий, да. В общем, я ушел из дому. Вы не женились, но стали вместе с ней жить. Да, я ушел из дому. А какая разница возраста у вас была? Она была на год младше. Ну, практически вообще, незаметная разница. Хорошо. Все у вас было хорошо? А что это она вдруг вам изменила? Да, там, если честно признаться, то изменять она мне начала гораздо раньше, чем я узнал об этом. Потом, не знаю, наверное, такая сущность женская. Дело в том, что вот ей очень нравилось, когда мы находились на шумных мероприятиях, вот знаете, бывают женщины, которые просто себя ведут, и они сексуальны, они кокетливы, в принципе, это хорошо. А бывают женщины, которые прям вот жадно, голодно набрасываются на то, чтобы их хотели. Я пытался найти этому объяснение, и, естественно, куча комплексов, начал искать изъяны в себе, и, ну... А можно... А разговаривал на кулаках или так, пытался достучаться? Нет, кулаки у меня в ринге в основном проявлялись. А, ну, плакал, просил, умолял, расходился, возвращался. Возвращался, знал, что она изменяла. Да, и... Один раз даже это произошло на моих глазах. Ужас какой. И все равно простил. Ради своих девушек на что? На что шел? Какие полдвиги? Он любил ее очень сильно. Да, скорее всего. А можно вопрос? Да, мне не очень понятна была ваша фраза по поводу женской сущности. А вы никогда не задумывались, что, может быть, в ваших отношениях не было чего-то именно с вашей стороны? Может, вы, девушки, чего-то не давали вдоволь, что вот она... Да, такая возможность, конечно, не исключается. Все-таки позволила себе. Поэтому плакал. Если есть причина. А это ведь, когда не додают, прямо вот повод, да? Ну, а если это было морально? Чтобы было все тяжкие, правда, на глазах. А не проще уйти было от молодого человека и добирать то, что не дало. Я не спорю, что, возможно, мне просто интересно. Свет, я считаю, что если чего-то не хватает, у нас есть, как психолог скажу, вторая сигнальная система, которая отличает нас от животных. Это язык. Мы понимаем слова. А вы разговаривали с ними? Конечно. Я вообще за диалог всегда. Ну, нужно говорить. И я согласен. Здесь он прав. Общаться? Нужно, да. Если возникла какая-то ситуация, проблема какая-то. Что стало последней каплей? Почему расстались? После измены, которая случилась на моих глазах, мы уехали на гастроли на мои. Вместе с ней? Она постоянно была со мной. Ну, хорошо. Вот после того, как она там приняла душ, после измены, вы ей помогли там одеться. Вы уехали на гастроли? Нет, я ушел. Я увидел все это, я распсиховался, просто ушел и долго-долго шел пешком домой. Но у вас и нервная система, если вы только увидев, распсиховались. Ну, не знаю. Почему она посмела поехать с вами? Позволил. Понимаете, она не просто сидела у вас на шее, болтала ногами, закрывала им глаза, она еще и щелкала по носу у вас. Люди ведут с нами так себя, как мы это им позвали. Более того, как мы этого хотим в тайне, если уж так серьезно говорить. Я думаю, что вы хотели таких простей. А что там на гастролях? Как-то вот завязались у нее такие вот общения активные с одним молодым человеком, который постоянно маячил. Вот. И в итоге я, как почувствовал, в общем, споймал ее на том, что она уезжает в тот город. Давно расстались? Ну, год три назад. А не скучаете по этим отношениям, честно? Вы что, слава богу, просто как получилось, она... А не будете искать вот это, то, что вас будоражило так в следующих отношениях? Нет. Не будет скучно? Нет, вы что, ну, знаете, я не экстремал настолько. Вот мне сейчас в 25, да, я вот думаю, что я только сейчас вот начинаю понимать, что я вообще хочу. В кого я хочу, да. Кого я хочу видеть рядом с собой. Покажите, пожалуйста, свою песню. Знаете, логично, что певец подарит песню. Поэтому я хочу подарить тебе свою авторскую песню. В общем, песенка про море. Вот так. Вот только не про то море, вот прям волны, 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 а про море страсти и любви. Я тону в твоих глазах, словно в море синем. Нет уже пути назад, пред тобою я веселен. Прикоснусь к твоим губам, этот нежный ток по коже. Он сведет меня с ума, я так хочу быть осторожным. Вскоре наше ложе превратится в море, Где утонем мы с тобою, Крепко за руки держась. Море унесет тебя волною, Я за тобой леяю в море, Ведь наше море это страсть. Надеюсь, тебе понравился мой подарок. Очень. Спасибо, Олег. Спасибо, девочки. Проходите к вам. Спасибо. Девочка хорошая. Нет, она девочка очень хорошая. Девочка хорошая, да, но ей немножко надо помочь. Антон и Юлия, что вы скажете? Очень хороший молодой человек, Он действительно интересен, С ним есть о чем поговорить. Меня безумно поразила его история Маленькой кудрявой девочки. То есть, ну вот, я для себя сделала маленький вывод, Это говорит о том, что он действительно любит детей. Для него действительно вопрос семьи и детей Стоит на одном из первых мест, Поэтому, ну, это заслуживает его. Спасибо, а вы что скажете? Что сказать? Высокий, симпатичный. Да, Светлана? Все очевидно. Да, в твоем вкусе, в общем-то. Рекор, все как ты любишь. Светлана? Неоднозначно понравился. Довольно мило, симпатичный. Меня покорил его сюрприз, Просто потому, что, наверное, никогда никто для меня не пел. Пел красиво. Да, я правда и пел. Я на зрителя не смотрел даже. Просто в лицо, глаза в глаза. Ну, заметно, что вы понравились друг другу. Роза? Ну, поющий психолог, Ну, я не думаю, что это стабильное будущее, То, о котором вы мечтаете. Согласна. Хороший мальчик. Тоже, я думаю, не бегает в поисках заработка на кусок хлеба. Я думаю, родители дали такую возможность закончить психологический факультет. Учителем не надорвался работать. Сейчас хочет петь. У него это неплохо получается. Ему нужна аудитория. Я не поверила, что он пришел бороться за вас. Не нужно ему, ему не нужно сегодня жениться. Я уверена. Вась? Я как раз придерживаюсь обратной точки зрения. Вот как раньше мальчиков, чтобы остепенились в армию, Пытались родителей послать. Вот так некоторым молодым людям нужно жениться. Жена, конечно, это не, как бы это сказать, не поле для экспериментов, Но тем не менее, он будет ровно столько страдать от любви, Ровно столько мучиться, пока он будет в свободном полете. Как только он женится и обзаведется детьми, Потому что Меркурий очень хорошо расположен в гороскопе, В вершине бисекстиля. Дети будут, ну, буквально смыслом его жизни. Я понимаю, что до этого нужно найти любимого человека. До этого нужно где-то отстрадать. Я думаю, что ребенок способен быть объединяющим звеном вместе с женой. А удерживающим? И удерживающим тоже в его случае способен. Это любовь. Поэтому я считаю, что в его случае можно было бы жениться. Так что, мама, ищите сыну у Полтавии невесту. И мне кажется, что, в общем, все могло бы сложиться правильно. Давай пожениться теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Оставайтесь с нами. Новое знакомство через несколько минут. Амвэй представляет новую эру средств по уходу за домом. Амвэй Хоум. Попробуйте сами. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Светлана. Идите, знакомьтесь со вторым женихом удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлана, здравствуйте. Я Дмитрий. Вам, как творческому человеку, я посчитал подарить такой же творческий подарочек. Вот такой букетик. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ох, убесистый. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Он низенький. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. Мы просто сегодня утопаем цвета. АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель инженерно-конструкторского отдела в крупной компании. Любит фотографировать природу, зимой катается на лыжах и коньках, а летом на велосипеде. Играет в боулинг и теннис. Мечтает со своей любимой путешествовать по миру. После романтической поездки по Европе Дмитрий больше не расставался со своей возлюбленной, но их отношения разрушил квартирный вопрос. Надеется, что для Светланы чувства стоят на первом месте. А вы всем девушкам перед тем, как сделать предложение, предлагаете мир посмотреть? А что, двух зайцев убиваете и мир посмотрел, и вроде к девушке пригляделся? Да нет, почему? А когда созрело решение сделать предложение? Прямо там же, в поездке? Нет, после. А сколько вы знали друг друга до того, как сделали предложение? Ну, наверное, больше полугода. Больше полугода. А где жили? На съемной квартире. На съемной квартире. И вот, живя на съемной квартире, вы стали мечтать приобрести свою? Да, естественно. Дальше рассказывайте, что там происходило. Ну, получилось так, что у меня изначально какой-то капитал был. Ну, естественно, там помогали родители. Но не хватало все равно какой-то суммы. И мы решили заняться этим, чтобы заработать. Ну, на этой почве, конечно же, начали работать все больше и больше. Кто-то брал подработки. Иногда уставали очень сильно. Ну, так все прекрасно. А что ж помешало-то? Все так живут, все вкалывают. Ну, вот, как бы, с ее точки зрения, как бы, я все равно хотел все больше семью. Как бы, я хотел ребенка. А она сказала, что все будет только после того, как приобретете квартиру. Да, в принципе, после того, как мы будут, у нас появится какая-то стабильность. Но на самом деле, я думаю, это не самое важное, чтобы вот именно в своей квартире. Потому что все равно это отношения, это семья. Главное, чтобы было в семье все замечательно. А если семья все замечательная, значит, все остальное тоже будет замечательно. Вот видите, как вы правильно рассуждаете. Но ваша девушка была ни в какую, да? Не согласна? Ну, возможно, немножко складывается возраст. Выходить замуж или рожать? Не согласны? А с чем? Вот именно рожать. Странно, наоборот, девушки хотят детей, мне кажется. Странная ситуация. Обычно, если женщина очень хочет выйти замуж, никакая съемная квартира ее не пугает, никакое общежитие. В том-то и дело, да. Если ей нужен мужчина, конечно, который предлагает замуж и хочет ребенка, да она не посмотрит ни на что. Что-то мне видится, Дмитрий, не любила она вас. Ну, может быть и так. Возможно. Я не могу ничего сказать. Мы просто как-то сели, обоюдно поговорили, решили просто пожить отдельно, и, ну, естественно, как бы это повлияло, да, и это был конец. Но полтора года вы понапрягались на квартиру? Многие напрягаются много больше. Вообще всем людям приходится всю жизнь работать, а не только полтора года, да? Как вы считаете просто, ну, вот насколько вас хватит в следующих отношениях, чтобы вы потеряли интерес к женщине и сказали, слушай, ну, нет, полтора года я напрягался-напрягалась, квартиру купить не можем, ну, что дальше напрягаться-то уже? Сейчас уже у Димы квартира появилась. Да, и кончается. А вы подругом откуда? С детства? Да, с детства. Мы очень долго. Татьяна, давайте будем объективно, да, и не будем друг другу морочить голову. А вы серьезно считаете, что Дмитрий пара Светлане? Да, да. После того-то, что она повидала в своей жизни, и какие у нее запросы к этой жизни? Я думаю, что Дима подходит Светлане потому, что он сможет ее обогреть. Со стороны она выглядит вот несчастной девушкой. Вы не обращаетесь, это только со стороны. Я довольна самодостаточной. И мне нужен рядом человек, не тот, который будет все-таки хотеть быть лидером, а тот, который сможет все-таки уравнять наши роли в семье. Как женщине может нравиться не лидер в отношениях? Он не лидер в отношениях. Подождем, купим квартиру, я тебе рожу. Что вас заставляло так нервничать по этому поводу? Вы хотели привязать таким образом к себе свою женщину? Что она родить ребенка никуда не денется? Нет. Я хотел, чтобы это было обоюдно, чтобы у нее появилось желание. А она не хотела. А вы говорите, что я буду считаться со своей женой. Не будете, потому что вас переклинит на чем-нибудь. Вот как переклинило вас с ребенком. И вы разрушили отношения. Сами взяли собственными руками и разрушили. А со Светланой у вас столько будет проблем. Какого плана? Ой, любого. Вот я как все время говорю, бывает герой, а бывает геморрой. Вот Светлана для вас будет девушка геморрой. Геморрой ня. Почему вы так считаете? Потому что у нее есть большие запросы в этой жизни. Она уже другое повидала. И она считает, что она сегодня приедет в Москву и завоюет эту самую Москву. Вы для нее простоваты, мелковаты во всех отношениях. Ладно, ладно. Ну что ж прямо это? Ты прямо сразу руку. Нет, если нет, если раз уж это только с этой точки зрения. Нет, Дмитрий хороший парень, но сидит девушка, смотрит на вас с сарказмом, с некоторым, скажем прямо. Значит, что я буду вам голову морочить? Вы придете к нам на программу, и будет для вас другая девушка, которая вас оценит. А Светлане вы не нужны, она вас не оценит. Ей нужен мужчина статусный, ей нужен мужчина другой. Она об этом говорит. Покажите сюрприз, который вы приготовили. Светлана, я знаю то, что ты очень любишь писать маслом, а я, в свою очередь, люблю фотографировать. Я хотел бы преподнести тебе в подарок свои работы, которые, возможно, тебе понравятся очень. Это в моей фотографии, которые я делал в разных местах, которые мне очень нравятся, которые, может быть, что-то с собой олицетворяют. Но одну из них я сделал вот в черно-белом варианте. И я хотел бы, чтобы ты вот этими вот красками разукрасила вот эту картину в своем понимании, как вот ты ее видишь. И, возможно, она в будущем украсит наш дом. Возможно. Разукраска? Ну, как-то по-детски. Спасибо вам огромное. Мне будет чем скоротать свой одинокий вечер. И я надеюсь, что это все-таки станет нашим украшением. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо. Спасибо. Прокажите. Антон и Юлечка, что скажете? Ну, будем объективны. Я не вижу абсолютно рядом его со Светой. Он безумно романтик. Розочки в черно-белом варианте, цветочки. Это все безумно красиво, конечно же, но это не подходит Свете. Что вы скажете? Дмитрий, в общем, выглядит хорошим и надежным парнем, но с лидерством. Лидерство у него несколько хромает, поэтому боюсь, что очень быстро Светлана его просто задавит авторитетом. Каким? Дмитрий, без обид. Авторитетом каким? Светлана сильная, волевая и, в общем-то... Привет. В чем вот, хорошо, в чем сила Светланы? В чем? Привыкла добиваться своего. То есть, если Света хочет вот именно так, а не иначе, то очень великая вероятность, что так и будет. Светлана, как вам жених? Мягковат. Я довольно быстро его съем. Ну, я бы не сказал, что он быстро съест. А мне хотелось бы все-таки хотя бы на уровне со мной, чтобы было интересно, потому что вот он в какой-то момент будет все-таки отстаивать свое мнение, а в других моментах жизненных он будет совсем мягкий-мягкий, а когда много сахара, от него начинает тошнить. Ей, как и многим другим женщин, нужен мужчина такой вот, что сказал дома, значит дома. Дмитрий совершенно не мягкий человек. Ну, не мягкий, он зацикленный и упрямый. А то, о чем говорила его подруга, это называется безволие. А, ну, я, возможно, просто не... Роза рамотно выразилась. Ну, Светлана, как любая женщина, вы скучаете с мужчинами периодически, но для вас все-таки приоритетная скука с богатым мужчиной, потому что богатый скучает дороже. Вот вся и разница, собственно говоря. Заскучает. А что ты скажешь здесь? Он действительно совершенно не мягкий, Ларис. Я поражаюсь в который раз твоей проницательности, потому что мужчина с таким количеством огня в гороскопе, еще напряженным, не бывает мягким в общении. Он здесь мог стушеваться, вы могли ему очень понравиться и произвести на него впечатление. Но самое важное, что нужно помнить, человек с таким типом энергетики, как он, спринтер по жизни. Ему нужны короткие задачи, ему нужны небольшие дистанции. И я думаю, что вот та самая квартира, ну, в общем, не самая огромная дистанция, для него уже была губительной. Он мог год повыкладываться, повкалывать. Он мог эти отношения и огонь какой-то в них поддерживать в короткое время. Но на большее его не хватило, сдулся. И это на самом деле признак незрелости. Потому что не было ничего в его отношениях такого, что могло бы, ну, измотать его, действительно. Не было никаких проблем. Он просто устал. Устал на долгой дистанции. А жизнь долгая штука. И супруге, женщине, которая его выберет, придется ему ставить задачу по частям. Например, сегодня зарабатываем один миллион. Ну, то есть он должен видеть какой-то конкретный результат. В следующем году еще один миллион. То есть нужно будет даже большие цели разбивать на куски. Но и в этом случае она не застрахована от того, что его интересы сменятся. Воспламеняющийся, но быстро гаснущий. Впереди у нас третий жених. И выбор своей судьбы не пропустится. Кларитин. Яркая жизнь без аллергии. Вы смотрите «Давай поженимся». И я предлагаю Светлане встретиться с третьим женихом. Проходите. Светлана, вы прекрасны. Я очарован. Спасибо огромное. Спасибо. У нас просто какая-то осенняя сказка сегодня. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Как приятно. Огромное спасибо. Это на самом деле очень приятно. У нас прям сегодня такой день цветов. С кем вы? Я со своими друзьями Илья и Сергей. Давайте на вас посмотрим. Иван, 26 лет. Агент по продаже недвижимости. Увлекается плаванием, бегом, прогулками на свежем воздухе. Предупреждает, что каждый год в свой день рождения ходит с друзьями в баню. Мечтает о полной финансовой свободе. Четыре года Иван безответно любил свою однокурсницу, но она воспринимала его только как друга. Надеется, что Светлана ответит ему взаимностью. Как это мило и романтично. Вот такие юноши-выздыхатели, которые верны одной единственной. Да, да. А почему не было желания действовать? Парни не советовали? Или они такие же были? Тетехи, мне нравится это определение, как и вы. Я действовал, делил цветы, я признавался, читал стихи. Но не было ответного чувства. И несмотря на это, я получая отказы, я все равно пробовал и не терял надежду. То есть стихи, цветы, не смеялась. Молча, молча. Она не говорила, да. Она либо уходила, либо говорила, слушай, у меня там такая очередь, и ты в ней последний. О, гадина какая. Ну, скромный, ну не знаю, застенчивый какой-то, вот он немножко нервничает. Вот его она точно съест. Да, вот его она точно съест. Не уверен он просто в себе. Думал, либо забыть, либо ее отношения изменятся. Нет, я уехал, и, конечно же, не забыл ее расстояние. А почему в Москве забыл? Зачем сюда приехал? Учиться. Учиться, учиться и работать. Вань, а все получилось, о чем намечтал? Да. Выучились? Выучился и работаю. Работа очень нравится. И чем горжусь, что наконец-то нашел ту сферу, ту деятельность, которая мне приносит моральное удовлетворение. Хотите, я вас обрадую? Да. У вас совершенно фантастическая улыбка. Вы из тех редких мужчин, которые будут с возрастом становиться все интереснее, вы даже себе представить не можете, какое количество женщин начнут на вас обращать внимание и вешаться на вас. Вот этот взгляд и вот это нерастраченное ваше. Боже мой. Как я завидую всем женщинам. Жаль, что нам уже не придется наши глазки построить розы. Как ты думаешь, что она заинтересуется? Да нет, мне кажется, она вряд ли. Потому что, вот как она говорит, допустим, она хочет себе ровно. Но он реально слишком для нее простой. Иван, что для вас счастье? Какого хочется семейного счастья? У меня счастье, когда моя любимая рядом, когда она меня ждет и в окне горит свет. Здорово. А знаете, вот что мне понравилось? Что при всей вашей романтичности вы хотите материальной стабильности. Это так здорово. Потому что вот это, еще бы вы сказали, что сухую корочку и бы питались. Это все не туда. Вы же современный парень. В вас все есть. Но у вас есть еще то, что уже растеряли все вокруг в погоне. Пойте за этим самым тельцом. А сколько детей хотите? Три. Троих? Или больше. А вы? Троих. Но не больше. Вас не смущает род деятельности Светланы? Абсолютно. Абсолютно нет. Тогда мне поясните, что для вас будет принципиальным и в семейной жизни. Что для вас главное в семье, что второстепенное, кто лидер, за кем последнее слово. Ну, в общем, этот набор. Взаимопонимание в семье оставлено первое место. Лидер – это меняемая роль. Сегодня ты можешь быть лидером, завтра я. Это как роль. Что в девушках раздражает? Вы с чем никогда не будете мириться? Ультиматумы, бескомпромиссность. Я считаю, что всегда можно найти решение, которое устроит… Света, Свет, на него давить нельзя. Ничего не получится. Никогда. Вот я думаю, хитрость, слезы, слабость. Или тоже не действует? Нет, не действует. Мудрость должна быть. Женская мудрость. 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 Мой дорогой, вы мне так нравитесь. Хоть бы Светка вас не выбрала, вы бы пришли к нам герои. Покажите сюрприз. Светлана, в этом тубусе весь мир. Я хочу тебе его подарить, открыть его для тебя. Здесь очень много белых пятен. Я уверен, что в свою жизнь мы вместе все эти пятна окрасим в разные цвета радуги. Это карта мира. Я надеюсь, что мы вместе с тобой… Да, это план покорения, в общем-то, мира. Надеюсь, что мы вместе откроем его и озарим светом. Спасибо, Иван. Вы можете гордиться своим другом. Я думаю, это честь иметь такого сына, такого товарища. Спасибо, проходите с вами. Спасибо вам. Ты молодец. Немножко… Ты всем понравился. Антон и Юлия. Он настолько милый, и он очень безумно красиво говорит. И он это говорит настолько убедительно, что заставляет просто улыбнуться. Что вы скажете? Романтичный, преданный. Я думаю, что… Свет. Держи. Светлана. Мне безумно понравился. Я… Такая улыбка, да? Да. Красивая улыбка. Такой светлый-светлый взгляд. И… Но при этом уверен в себе настолько, что может отказать. Иван, я считаю, я потрясающая девушка. Я очень подобно тебе завидую. Вы знаете, что его еще украшает? То, что он при своей вот такой привлекательности, совершенно обезоруживающей улыбкой занимается мужским делом. Он агент по недвижимости. Вот если бы он собирал бы бабочек или бы марки и пришел бы в коротких бревочках, знаете, с этим, с черными, бухгалтерскими такими, нарукавниками, он бы вызывал бы… Нет, а я представляю себе… А то, что аксалютный мужчина… А то, что, Ларис, приходит к нему, например, клиент покупать квартиру, начинает торговаться, она так улыбается… Конечно. И все, и все проценты его, то есть ваши. Я очарован. Я очарован. Ну, чувствую, что она, кроме того, что она милая, да, она уверена в себе, она целеустремленная. Да, да, да. Вот что, считаю, все-таки немаловажно. Удивительно центрированный на себе солнце в соединении с Ураном, необычный, умеющий преподносить сюрпризы не только в положительном смысле слова. Человек, который всегда будет жить из себя, своими интересами, своим видением мира, и какое бы оно ни было интересное, но вряд ли он услышит желания окружающих. Я думаю, что девушка была выбрана не случайно недоступная, и таким образом, не случайно он так долго за ней ухаживал. Просто потому, что ему и не нужна была до определенного времени эта пара. Ему хватало собственных чувств и их переживаний. Но сейчас он взрослеет, поэтому я надеюсь, что в свое видение мира он все-таки уже соотнесется с какой-то реальной женщиной. Антон и Юлия, вот мы и познакомились со всеми женихами. Как вам кажется, с кем Светлана будет счастлива? Мне почему-то кажется, что ее выбор остановится на первом кандидате в женихе. Это Олег. Олег. Олег, тебе понравилось небесное вообще? Нет, ну понравилось, это понятно. Понравилось, и если она зайдет, я однозначно выйду. Светлана, ваши впечатления от сегодняшней программы? Все абсолютно женихи достойны, они все разные, все по-своему хороши. Не могу сказать, что уверена, что с кем-то из них я именно построю семью, но однозначно мне было бы интересно с ними пообщаться. Роза? Светочка, вначале вы рассказывали свою историю, в общем-то, дали понять, что вам сейчас, в принципе, вы это даже озвучили, что вам доверять сложно. Ну, после вот этой истории, да? Я думаю, что, в принципе, с Иваном можно начать доверять мужчинам вот не с таким риском, даже для собственной жизни. Иван. Если она зайдет в эту комнату, ты пойдешь за ней? Конечно. Безусловно, сто процентов. Не задумываясь. Не задумываясь, а послышу. Конечно же, никто из этих замечательных ребят вам не нужен. Олег зациклен на себе, на своей карьере, вы на себе, на своей карьере. Вы не услышите друг друга. Это так потусить какое-то время. Если вам это интересно, то, пожалуйста, Дмитрий вообще не ваша история, а Ивана вы не потянете, потому что, как бы вы ни говорили, что вам нужен умный, интересный такой. Иван такой, он умный, глубокий, интересный, он будет расти, он будет развиваться все время. Не угонитесь. Совместимость людей многослойной, людей большое количество факторов вместе держат. Тут есть и личностные факторы, ни с одним из них личностно вас не сможет удержать ничего. Здесь есть сексуальные, когда люди предпочитают определенный тип представителя противоположного пола и к нему тянутся. Здесь тоже не было вашего мужчины по психофизическому типажу. Но в этом случае остается выбирать только по каким-то дружеским показателям. Потому как человек мог бы вписаться в компанию ваших друзей. И это, безусловно, Олег. Но только он, только его можно сейчас выбрать с той точки зрения, чтобы, ну, говорить на одном языке и быть понятным друг другу. Светлана, мы не последняя инстанция. Да. Вы слушаете себя, и поэтому мы в любом случае вас поддержим. Спасибо. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Влада, 21 год, номер 2184. Мастер спорта по фигурному катанию. Мечтает открыть спортивную школу. Не потерпит монотонного поведения и лжи. Познакомится с оригинальным высоким спортсменом, способным принимать серьезные решения. Анастасия, 32 года, номер 2185. Художник-кукольник. Гордится тем, что не боится одиночества и умеет смело принимать решения. Мечтает увидеть китов. Предупреждает, что никогда не унизит мужчину. Теряет волю от лысых представителей сильного пола. Мы не знаем, выйдет Светлана одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти, чтобы ее поддержать. Я рад, что ты сделала правильный выбор. Легенькая. Спасибо. У нас есть пара Светлана и Олег. Компания Амвейт понимает, насколько важно женщине сохранить молодость и красоту, как можно больше. Поэтому дарит вам пасметику артисты для красоты и эффективного ухода за кожей, чтобы всегда выглядели безупречно. Примите этот подарок и клавитир, чтобы аллергия, если она у вас возникнет, не смогла омрачить ваши отношения. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удачи, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочка душа. Для всех причем. Для друзей. Живет по общежитиям, я не знаю, собирают бездомных собак. К вам он готов переедать. Пользовались молодым телом девичьям. Ну и она же пользовалась им. Да, болеешь. Ну, как выздоровеешь, звони. Люблю, не могу. Люблю, не могу, жду звонка. Мой дурак уехал на рыбалку, да?